Очевидцы говорят, что столб дыма от горячей свалки своими очертаниями был похож на ядерный гриб. Из-за отсутствия ветра он поднимался вверх. А с первыми порывами запах почувствовали жители поселка Строитель. Потом он стал распространяться по городу. С утра уже где-то в 7-7.15 были там же на свалке. Там продолжалось тушение. Было значительный выброс, очень сильный выброс каких-то реагентов. Там он был белого цвета, были видны какие-то языки пламени на той свалке, на которой мы были. И весь этот дым пошел в направлении района Строитель, в сторону Театральной площади. В дальнейшем переместился вот как раз на Дашкеме уровень 5 и 6. С вечера 12 августа в тушении пожара участвуют несколько экипажей регионального МЧС. 13 августа огонь удалось локализовать. О его полной ликвидации говорить рано. В настоящее время пожар локализован. Для дотушения отдельных очагов пожара на месте работает 8 единиц техники. В том числе от МЧС России 4 единицы техники. Для контроля состояния атмосферы дежурит экологическая лаборатория. На данный момент превышение ПДК вредных веществ не выявлено. Рядом со свалкой располагаются сразу три садоводческих товарищества. Химик 1, 2 и 3. Все они неоднократно жаловались на то, что полигон разместили здесь незаконно. Притом помимо твердых бытовых отходов, говорят, они здесь хранятся и химические. Мы просто посмотрели саму эту свалку, но это огромная территория залита нефтепродуктами с какими-то кислотой. Это какие-то твердые бытовые отходы, это вонь. И это практически в 15 метрах река Листвянка. Пожар на полигоне в Турлатово зарегистрировал и портал fires.ru, на котором отображаются карты лесных пожаров в реальном времени. Данные на портал попадают со спутников, которые регистрируют тепловые точки. Если говорят, что огонь локализован, я бы так сказал, все оно горит и дымит, и всем этим вы, ребята, дышите. Все это сейчас уходит в воздух. 13 августа состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Они приняли решение направить дополнительную технику, а также назначили проверку и запросили у арендатора документы. Заместитель главы администрации Владимир Бурмистров сообщил, что комиссии в кратчайшие сроки должна быть предоставлена информация о том, как были выделены земельные участки и совпадают ли они с документацией, представленной арендатором. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».